Я хочу считать Салом 123. Воды бурные, благословен Господь, который не дал нас, добившую зубам их. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расстогнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. И также я хочу считать Исалом 29. Превозношу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я возвал к Тебе, и Ты исселил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, Чтобы я не зашел в могилю. Пойте, Господи, святые Его, Славьте память святине Его, Ибо на мгновение гнев Его, На всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, А на утро радость. И я, говорив благоденствие моем, Не поколебюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, Но Ты закрыл лице Твое, И я смутился. Когда к Тебе, Господи, Взывал я, И Господа умолял, Что ползи в крови моей, Когда я зайду в могилу, Будешь ли прах славить Тебя, Будешь ли возвышать истину Твою. Услышь, Господи, И помилуй меня, Господи, Будь мне помощником. Ты обратил с этого не мое в ликование, Снял с меня в ретиши, И припоясал меня веселим. Да славит Тебя душа моя, И да не умолкает. Господи, Боже мой, Буду славить Тебя вечным. С этими славнями я хочу поздравить Каждого члена, Каждого друга, И всех людей, Которые сегодня радуются с нами. Эти славни, Они так описывают нас, Они помогают нам сказать, Что мы бы хотели сказать Богу. И я верю, что Бог, Который довел нас до этого дня, Вчера, сегодня и вовеки тоже. И начавшие это добрые дела в нас, Обязательно его закончат. Давайте еще раз воздадим Богу славу За 18 лет благодати, 18 лет милости, 18 лет силы, 18 лет руки Божьей, 18 лет, Как Бог несет нас на орлине крыльях, 18 лет, Когда Бог обеспечит, Когда Бог прощает, Когда Бог исселяет, И когда Бог ведет нас. Бог, мы благодарны Тебе, Мы превосносим Тебя. Спасибо за Твою милость, Спасибо за Твою верность, Спасибо за эти 18 лет, Еще за много лет, Которые будут. Мы превосносим Тебя, Мы благодарны Тебя за все, Во имя Иисуса Христа. И все сказали, Аминь, Слава Иисусу Христу! Я хочу сообщить, Что Бог помог мне выпустить Одну книгу к нашей годовщине, И называется 21 совет с именем парам. Вот, Это мой подарок На этой годовщине Каждому человеку, Не только с именем людям, А также не с именем, Потому что эти советы, Они помогут нам Во всех наших отношениях. И давайте сейчас помолимся за слово. Отец, Во имя Иисуса Христа, Мы благодарны Тебе, Что буква убивает, Но дух ожитворяет. Написано, Что не хлебом одним Будет жить человек, Но всяким словом, Исходящим из уст Твоей. Господи, Мы славим Тебя Под властью Твоего слова. Господи, Мы хотим, Чтобы Тебе Проговорили нам сегодня. Мы приготовили наши сердца. Господи, Мы не хотим, Чтобы это было очередное слово. Но мы хотим, Чтобы это было послание с неба, Которое дойдет до каждого человека. Отче, Я прошу, Чтобы Ти помог мне, Господь, Донести Твое слово. Я уменьшаюсь, И я прошу, Чтобы Ти увеличивался во мне. Господи, Я прошу, Чтобы Ти сам проговорили через меня. Я молюсь, Чтобы была здесь Твоя воля. Я молюсь, Чтобы Твое садство Было здесь, Господь. И чтобы вся слава, Вся честь, И вся величие Принадлежала только Тебе. Во имя Иисуса Христа. И все сказали, Аминь. Воздайте Богу славу. Никогда не бывает слишком много. Мы никогда не сможем Воздавать Богу Достаточную славу. Поэтому каждый раз, Когда у нас есть Эта возможность, Надо всегда воспользоваться. Я сегодня буду говорить на тему Наследники царства То есть, Такой, Ну, Старт, Ведение хорошее Он делает. Так что, Спасибо вам, Пастор Токвей. Вы действительно Вадим и Духом Божьим. Давайте откроем Послание к Кремлинам. Восьмая глава. Двенадцатый стих. Кремлинам восемь, двенадцать. Итак, Братья, Мы не должники плоти, Чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, То умрете. А если Духом Умешивляете дела плоские, То живы будете. Ибо все Вадимы Духом Божьим Суть Сына Божьим. И первый стих Восьмой главе Римлянам. Итак, Нет нини, Никакого осуждения Тем, Которые во кресте Иисусе Живут не по плоти, Но по Духе. Мы с вами прекрасно знаем, Что мы призваны Не только проходить по земле, И не только иметь какие-то отношения С Царством Божьим, Но мы с вами Призваны Наследовать С Царство Божие. Наше предназначение Это наследовать Это С Царство. Бог хочет передать нам наследие. Бог хочет, чтобы мы действительно Погружались В дела С Царства. Бог хочет, чтобы мы поняли, Что такое С Царство. Потому что его план, Его предназначение, Чтобы подарить каждому из нас, Как наследие С Царства Божие. Поэтому очень важно, Чтобы мы постоянно работали над тем, Чтобы мы поняли вообще, Что такое Царство. Потому что мы призваны Не только знать чуть-чуть, Или что-то о Царстве, Но мы призваны Наследовать это Царство. И если мы будем наследовать Царство, Тогда мы должны знать, Что за Царство, И как мы себе Должен вести. Мы Наследники Царства. И если мы с вами сегодня Являемся Наследниками Царства, Библия говорит, Что мы Не должники Плоти. Мы Должники Духа. Мы Есть Не должники Плоти. Мы должны поступать Не как Плот, Не как Общественное мнение, Не как Время, В котором мы живем, Диктует нас. Нет. Мы Должники. Мы имеем только один долг. Это долг Испонять И осуществлять Все, То, Что Дух Божий Нам Говорит. Когда мы будем жить По Духу, Тогда Не будет Осуждения. Тогда не будет Никакого закона Против нас. Нет Осуждения Во Кресте Иисусе. Большинство из нас Мы думаем, Раз мы ходим В церкви, Раз мы Однажды Покаялись, Мы думаем, Что мы Во Кресте Иисусе. В принципе Да, И в принципе Нет. Если мы Не живем По Духу, Мы Не во Кресте Иисусе. И в Евангелиях Мы видим Место Не